Сергей Радченко родился в украинском городе Примуке в феврале 1980 года. Его семья артистов не было, что не помешало ему мечтать о карьере в кино. Эти мечты появились у Сергея в старших классах, а в подростковом возрасте он был похож на большинство своих ровесников, увлекаясь футболом и волейболом. А еще научился играть на гитаре и даже неплохо пел. После получения школьного аттестата Сергей отправился поступать в Киевский национальный университет театра кино и телевидения имени Карпенко-Горога. Поступил с первой попытки. В 2003 году Радченко получил высшее театральное образование. Кинематографическая биография Сергея стартовала спустя два года после окончания вуза. В 2005 году начинающего актера пригласили сыграть небольшую роль в ситкоме «Леся плюс Рома». После некоторого перерыва зрители опять увидели молодого артиста в эпизодах нескольких сериалов. Примечательно, что большинство из них о войне. В 2010 году карьера Радченко набирает обороты. Актер приглашен сразу в пять проектов. В сериалах «Гумной волк», «Возвращение Мухтара 6» и «Вчера закончилась война» киевляемо предложили лишь эпизоды. Зато в ленте «Охотники за караванами», где ключевые роли доставили таким звездам российского кинематографа, как Алексей Серебряков, Борис Галкин и Станислав Баклан, Сергею Радченко доверили сыграть замполита. Среди множества сериалов, в которых появился артист за последние пять лет, наиболее яркой оказалась драма «Битва за Севастополь». Это биографическая история о прославном снайпере Людмиле Павличенко, которую блестяще воплотила в фильме Юлия Пересильд. Радченко здесь досталась роль второго плана. Звездным для Сергея Радченко оказался многосерийный украинский проект «Хозяйка», вышедший на экране в 2016 году. Его снял сербский режиссер Бата Недич. В этой ленте киевляемому впервые досталась главная роль. На экране Сергей появился в романтическом тандеме с молодой актрисой Екатериной Варченко. «Хозяйка» – это история о шахтерском городке и его жителях. Специально для этого проекта были построены декорации в настоящей 11-метровой шахте. Сразу же после выхода на экраны мелодрама приковала к себе внимание зрителей, а об актерах заговорили. Известно, что сегодня в производстве находится проект «Второе дыхание», где снова появится Сергей Радченко. Ему опять доверили ключевую роль. После выхода рейтингового фильма «Хозяйка» поклонники сериала заговорили о романе, якобы существующем между главными героями сериала. В сериале Сергей и Катя играют пару. В реальной жизни они отлично знакомы и даже учились в одной школе в городе Прилуке. Как говорит актер, Катя была младше его, но на танцы ходили вместе. Радченко признается, что играть любовь со знакомой девушкой было легче, поэтому роман между ними существует лишь в кино. О своей личной жизни Сергей распространяться не любит и держит подробности в секрете. Но в соцсетях говорят, что артист пока не женат. И свою единственную еще не стритер.